Великий сподвижник пророка Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас рассказал в одном из сообщений о трёх знамениях судного дня, что должны были произойти в Мекке. Хоть это и сообщение от Абдуллаха, однако нет сомнения, что он слышал его непосредственно от посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Ведь невозможно, чтобы сподвижник или кто-либо другой, помимо пророка, говорил от себя о знамениях дня суда в таких подробностях. Ибн Абу Шайба, да помилует его Аллах, передал с приемлемым и снадом от Абу Я'ля ибн Ата, да будет доволен им Аллах, как его отец сказал, «Как-то я держал за уздечку верховое животное Абдуллаха ибн Амр ибн Аль-Аса, да будет доволен им Аллах». Абдуллах сказал людям, «Что с вами будет, когда вы, то есть мусульмане, разрушите Каабу и не оставите от неё камня на камне?» Люди воскликнули, «Неужели это сделают мусульмане?» Абдуллах ответил, «Да, это сделают мусульмане». Люди спросили, «А что случится потом?» Сподвижник ответил, «Потом её отстроят вновь, и она будет лучше прежней». Затем он сказал, «Если же вы увидите в Мекке подземные водные каналы и высокие здания, которые будут выше гор, то знайте, что судный день уже близок». Есть другая версия этого сообщения от имама Муджахеда, в котором Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если вы увидите, что здания Мекки станут выше гор, и как в этом городе потечёт вода, то готовьтесь к судному дню». Эти сообщения о будущем Мекке были удивительными для мусульман в то время. Одна новость удивительнее другой. Как иначе, ведь мусульмане, а в то время это были сподвижники и табирины, даже представить себе не могли, что мусульмане смогут разрушить Каабу. Ещё более удивительным для них было то, что в пустынной каменистой земле может возникнуть сеть подземных водных каналов, и что в Мекке могут появиться такие высокие здания, которые будут выше гор. Подобные сообщения о будущем свидетельствуют о правдивости посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Хоть мы и не сомневаемся в его правдивости, однако эти сообщения укрепляют веру многих мусульман, сердца которых наполнены сомнениями. К тому же этими пророчествами посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, хотел, чтобы люди знали, когда им ждать судного дня, дабы подготовиться к нему. Итак, в сообщении говорится о трёх знамениях, что должны были произойти в Мекке. Первое знамение произошло во время Абдулла ибн Аззубайра, да будет доволен Аллах, великого сподвижника, который считается первым новорождённым в Медине после переселения туда пророка и его сподвижников. В то время из-за войн Кааба была частично разрушена. Посоветовавшись с людьми, Абдулла ибн Аззубайр решил разобрать Каабу до фундамента, построенного пророком Ибрагимом, алейхиссалям, и отстроить её заново. Известно, что Каабу во время пророка, алейхиссалям, из-за нехватки средств построили короче, чем планировал пророк. Абдулла же построил так, как хотел этого посланника Аллаха, алейхиссалям. Однако, к большому сожалению, тиран этой уммы, Хаджач ибн Юсуф, затем отстроил Каабу так, какой она была до Абдулла ибн Аззубайра, а всё по причине ненависти тирана к Абдуллаху и его помощникам. В данной же истории важно то, что пророчество пророка, алейхиссалям, сбылось ещё при жизни с подвижников. Второе знамение произошло во время правления аббасидского правителя Харуна Ар-Рашида, да помилует его Аллах. По приказу правителя в Мекке было выкопано множество колодцев и вырыта очень сложная для того времени сеть подземных водных каналов. Считается, что эта сеть каналов до сих пор используется мекканцами. Некоторые же считают, что в этом сообщении Абдуллаха ибн Амр ибн Аль-Аса говорится о горных тоннелях, что сейчас строят в Мекке. Однако, если изучить эти хадисы внимательнее, то можно понять, что там говорится именно о водных каналах. Третье и самое удивительное из этих знамений – это сообщение о том, что в Мекке будут строить здания выше гор. В одной из версий этого сообщения говорится, что Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Асда, будет доволен им Аллах, увидел чей-то дом на одной из гор Мекки и рассказал людям, указывая на этот дом, об этом пророчестве посланника Аллаха. Возможно, дом того человека был в один-два этажа, однако сподвижник даже представить себе не мог, что в будущем люди построят в Мекке здание в 120 этажей, которое будет выше любой горы в этом священном городе. Таким образом, все три пророчества сбылись, а это значит, что судный день уже близок. Уважаемые братья, давайте следовать наставлению Абдуллаха ибн Амра и готовиться к этому дню. Оставим грехи и проснемся от беспечности. В частности, вы можете помочь нашему каналу, жертвуя на пути Аллаха, для донесения слова истины. Инша Аллах, это будет записано вам как непрерывное вознаграждение. Всевышний Аллах сказал, Истинно верующие люди боятся наступления этого дня, и чтобы не опозориться в нем и не встретиться с недовольством Аллаха, они усердно готовятся к нему. Да сделает нас Аллах из числа тех, кто обречет счастье обоих миров и с легкостью перенесет все тяжести дня суда. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ